И моя юлочка, по-моему, моя юлочка. Уже все началось. Всем привет! Сегодня Костя будет угадывать, сколько примерно градусов в алкоголе, который я ему налью. Заготовил я много, аж 9 бутылочек. Интересно, справишься ты или нет? Не знаю, смотрим. Градусы какая? Не скажу. Короче, я так, чтобы не было привзято, сколько градусов пойдет первыми. Вот там есть чашка, выбираешь лот. Вот чашечка. Выбирай туда бумажечку. Не говоришь, что мне какой-то лот выпался. У меня тут записи есть. Номер 7! Номер 7. Для чистоты эксперимента. Хорошее число. Забыл одну хрень. Чем ты будешь закусывать лот номер 7? У тебя один дубр из всего. Потом мы это убираем, отдаем дяде Лёше, чтобы он закусывал. Да пофиг, вот с первого начнем вот так вот подряд. В общем, раз, расставим ширупки. Окей, это так просто поставим. Закусываем краба. Краба не будем закусывать. Закусываем крабовые палочки. Нихуяда вы гурман батенька. Ну, Кость, это твое. Твое. Это ваше. Господин ведущий. Да. Кратов. Ну, ура. Давай. Будем. Будем здоровы. По-моему, обычная сорта грауз. Ну, окей, хорошо. Допустим. А, еще и сказать. Ну, просто скажи, что ты чувствуешь, как? Обычная, стандартная, паленая, непаленная. Хорошо идет. Да. Хорошо пошло, да? Да. Ну, хорошо. Похоже на перфект. Это даже лучше. Хортится обычно. Хортится. Это дютифришная. Интересно. Дютифри все-таки палево везут какой-то, голимая или нет. Здесь мы видим, что она тоже должна иметь 40 градусов. Только я не вижу где. Цена ей 4,50 евро. Хортится обычная. Причем, скорее всего, что качество не очень важное. По своей простой причине, чтобы присутствует славковатый привкус. Ну и такое именно... Именно... Именно что-то в ней не так. Сейчас. Сейчас, да. Ну вот здесь сачок... Значит так. Следующий лот будет соком, да? Да. Хорошо. Хорошо. Лот какой будет? А. Вытаскивай. Сейчас, сейчас. Посмотрел. Лезет в кадрик. Да, в кадрик. Что там? Номер 30. Ну, давай с соком. Сколько всего лотов? Как? 9. 9. 9 лотов. Значит, я думаю, что надо было сначала выбрать между ними, когда будет дихлофосом. Так, ладно. Ну что, Константин? Мне надо кастом анекдоте. Помогите. Почти. Ой. Мне кажется, водичка какая-то. Это всего лишь второй лот. Да. Ну ладно, хура. Я закушал. Ну да. Мне кажется, не больше 30 галлоса. Вообще. А вкусовые ощущения как? То есть, имеется в виду, что было лучше, что было приятнее пилось? Первое приятнее. Первое приятнее. Водичка, да. То есть, сладковатый привкус технического спирта, он как бы бодрит, да? Да. Понятно. Именно так. Ну, короче, я не знаю, блин. Я не спец, конечно, кому-то поглялся, но... Ну, сколько тут вы предложили? Ну, 20 плюс-минус. 38. Нихера себе. Попробуй 38. 2 градуса как влияет на вкус. Нет. 38. Ну, как это мне? А что за водка? Это же наша местная молдавская водка. Называется Господар. 38 градусов. Стоило евро 10. Где-то так. 1 евро 10 евро целых. Это паленый. Там нет 38. Давай, он спирт. Самой спиртометр. Меловой такой привкус у нее. Да, она слабовата, потому что говорит про какую-то очистку. она просто сильнее разбавлена. Окей. Я думаю, что где-то 35 потолок. Это потолок. Ну, на бутылочке написано 38. Понятно. Так, лот, да? Вот, выбираем. Мне уже начинает нравиться этот эксперимент. Капуста будет. Я думаю, что с десятым лотом можно будет просто запускать сок, и... Так вот, в нем окажется минимум 20 градусов. Номер 8. Номер 8. Номер 8. Номер 8. Значит, номер 8. Что-то, блин, я уже понял, что это... Тебя поставили подслушивать, вообще-то. Ты уже и подглядывать начал. Ну, это ром, это уже понятно. Я еще подумал, может быть, водка какая-то. У нас только водка и ром. Давай. Как придет. Сбором. Ром с капустой квашеной. Интересно, как пойдет? Я, кстати, не люблю капусту квашеную. Ну, ура. Давай. Семь, всех в два. Ну, ты ждал чего-то другого, что ли? Да нет, здесь больше, по-моему, сорока. Наверное. Скажи, сколько? Блин, если без ног. Просто, судя по предыдущему, мой вывод такой, что 1 градус уже влияет на вкус. Ну, около 50 минут. Окей. Пасказ, ром. У него 73 градуса. Купил я его за 14 евро. Примерно. Блин. Ощущение. Пары прям идут. Пищеводы. Мощно, да? А капусточка помогает, нет? Пара мне, но по-любому помогает. Блин, нифига себе. Нет. Что-то тут непонятно. Может быть, даже больше 50. 58. Ну, в общем. И хочу вам сказать, что тяжеловатый напитать. Да, да. То есть, послевкусие горло обожено, послевкусие такое неприятное. Что дальше? У нас есть итальянское мясо, либо сырок дружба. Ну, во-первых, я думаю, что надо начать с дружбы. Думаешь? Да. Я хотел с этого? Нет, с этого я начну. Ты начни с дружбы. Все. Значит, дружба. Так, лот в тени. Лот. Трак тебе, Дон. Трак тебе, Дон. Вот именно что. Трак тебе, Дон. О, мы до девятки дошли, чтобы ты понимал. Девятки. Ох ты ж. Тебя тоже сразу налить? Нет, нет, нет. Пока, Павел. Ох, ну, крайне непонятно. Но запах я не верю. Куманёк пшеничная. Тоже 40 градусов алкоголя. Тоже наша молдавская. Евро 20, евро 25. Ну что, за дружбу. За неё. Да, судя по тому, как ты наколол сырок. Намотал прям. Лот номер 9 немножко опережает все остальные. Ура. И что? Ощущения? Бабушка приехала, птичка в клетке, барсук норей. Нет, ну водка, но она. Но. Ну, она вроде слабенькая. Честно говоря, понимаешь, то же самое, как будто сейчас выпил вон 3. С небольшим отличием, что ли. Но как будто еще более, меньше градусов, блин. Не меньше 30 километров. Судя по тираде, не эксперт по оцениванию градуса. Потом стильный алкоголь. Как я говорю. Короче, 20 пусть будет. Не знаю. 5-6, 7, да. 20. Должен. Они лучше 20. 20. В принципе, похоже на лук 3. То есть, там мне тоже показалось очень мало. Не знаю. Значит. Больс и рома, да, конечно. Окей. Ладно. Вы меня убедили. Так, дальше, я так понимаю, придет мясо, правильно, итальянское? Да, мясо. Хорошо. Вот этого, видит бог, я этого не хотел. Лот. Какой лот у нас. Мне больше впечатляло, когда сырок дружба. Костя кушает. А вот мясо, это как бы... Лот чуть-чуть, тебе останется. Я, маленько. Шерри. Лот номер 6. Ром Строх 60 градусов он имеет. Цена 11 евро 50. Вот я тебе скажу, вот лично свое ощущение. Я не пробую, как бы, что касается чистоты эксперимента насчет градуса, я молчу. Вот впечатление такое, что галимая химия. То есть запах такой, как будто ромовые конфеты самые дешевые, там, турецкие или какие-то, блядь. Да, да, вот так. Вот. И немножко попахивает итальянским, хотел сказать, коронавирусом, блядь, это самое, но... Итальянским? Да, именно. Но впечатление такое, что как будто ромовая паска, это панеттон, или как они там называются, блядь. Ненавижу, блядь. Ужас запах ужасный. Запах ужасный. Угу. Конечно, мне захотелось попробовать. Ну, я тебе хочу сказать, что мы с тобой много чего пили, но это именно такой... Лучше не него. Дешевый антихлофос. Да, вот, кстати, да. Дешевый антихлофос. Именно конфеты, паска итальянская, бля, вот. Это как будто он не питьевой, а... Именно кулинарный. Для кулинарный. Для коктейльчиков. Да. Для коктейльчиков. Так говорят все, кто не может прийти в состояние на утро, говорит, для коктейльчиков. Ладно, пить, вспомнил. Ну, это, братан, это не шоколадный привкус. Это, понимаешь, это центральный рынок. Вот. Коньяки. Китайцы в подвале? Да, 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 да. Ну, короче, мне кажется... И максимум футболки с малоарнаутской, бля. Какой? Не выбрал. Как нужно? Не выбрал ты еще? Только выбрал. Большой биган. А, ну да, 4 закуски, вида закуски. 4 года осталось. Прям уже, знаешь, даже чуть жалко. Мало, да? Номер один. Номер один. А, ну че ты тут? Заберевал, что ли? Тебе нас белорусы пошли. Так, лот номер один Старка. 5 евро. Оно у меня стоило... Купил в Белоруссии. Белорусская херня. 43 оборота градусов. Наборозовая другая. Ох, какая интересная крышечка. Не ожидал. Ну ладно, фра. Фотено. Фотено. Ух. Вкусненько. Прикольненько. Довольно-таки. Но градусов я уже не чувствую. Чувствуешь, не чувствуешь, ты назови результат. Не, ну пить приятно, мне понравилось, на самом деле. Ну нуле еще. Нет. Пошлить даже. Начнем с первого лота. Хорошо. После паузы. Хорошо, а меня интересует градусность. Блин, ну нету 40, по-моему. Че-то как-то... Он чем-то напоминает... Он 30 до 40, грубо говоря. Чем-то напоминает дешевые фруктовые шнапсы. Вот что-то где-то так издалека. Ну да, есть. Именно дешевые. Если помнишь, мы с тобой старт купили. Да. Он нам напитывал. Наш подписчик передавал. А это элитная старт. Кто передал? Ой, я уже не помню. Следующий лот. Он передавал старт. Рубяты, напомните. В комментариях под видео напомните, кто нам прислал старт. Все, ты вам уже все написал. Подожди, еще три лота. Так лот, давай, следующий. Лот. Давай, ну может сверху написать. Место осталось. Лот. У нас лот 4. Закусываем. Печеньком, да? Петелюстками. Запишем лот 4. Так, так. Закусываем. На печенье, в принципе, я тоже рассчитывал. Но как бы... У нас с лот 4. Питьевой спирт. Произведен в Румынии. 640 рублей стоил он. Просто я уже перевел сразу в рубли. 96 градусов. В принципе, нарисованный на бутылке. Прикосываем печенью. Так. Ванька, листочек маленький. Да хватит тебе еще наверху. Я думаю, что самое время перевернуть. А мне откуда? Я подписался, что если я сдохну, Ванька не виноват. Я сам согласен. Понял. У тебя печенька. И у тебя лот номер 4. Я думаю, в случае летального исхода, бля, никто даже не узнает, где ты был сегодня. Я от этого не сдохну. Это 100%. Если, конечно, вообще пахнет. Это уже понятно. Заодно скажешь, как печенька. Аксектовый, блин. Палеткой пахнет что-то. Что-то мне кажется, вот это да. Ужасно. Ну ты это не спеши. Лучше это не ухать. Ну ладно. Давай. Ура. За здоровую печень. Да. За отсутствие здоровой печени. Вау. А вот он. Интересно, да? Ну то, что больше 40 однозначно. В это время... Можно больше 50. В это время обычно на этом лоте, бля, должен под музыку заходить нотариус. Так как времени больше нету. Да, да, да. Я думаю, что да. А после него пол? Ну... Скаделок. Нет, я думаю, что после нотариуса просто закапывают. Без попа. Да. Ух ты! Да хватит бить, сейчас бьешь себе. Больше 60, мне кажется. Прямо чувствуются пары. Какие... Скажут спирт, Галина? Прямо. Прямо... Окей, хорошо. Мама, не Галины. Хе-хе-хе. Давай, пиши свое... Хе-хе. Короче, в Северс. Напишем в Северс. Северс. Будет будет. Северс. Это вот это хуже. Лот номер четыре. Грюсово печенье. Там уже по порядку. Вот раз. Помидорчик. Только отрежем. Помидорчик. Это конечно не помидоры. Тогда кусай, как я вот. Это конечно не помидоры. Я хотел, чтоб ты кусал, как я вот. Всё, дай мне посмотреть лот. Какой лот? Лот номер два. Всё, беру у тебя. А то ты потом ещё раз два захочешь. Погоди, погоди, да я запишу. Лот номер два. Лот. Лот. Вот это уже интересно. Пошла в номер два. Закусываем пластмассовой помидоркой. Это моя поставка из Турции, я так думаю? Нет. Нет? Сомневаюсь я, что это из Турции. Я думаю, что это позапрошлого года осталось. Молдавские. Из Турции. Молдавские из Турции в прошлом году. Нет, они пахнут. Помидоры, собственно. Это вообще китайская химия непонятная. Я думаю... Стилизованная пацана формует вот. Константин, это вообще не помидоры. Куманёк. Берёзовая. 40 градусов. Стоил евро 25. Здесь в Молдове, в Кишинёве брал. Ну опять водичка. Давайте. Семидесяти, да? Сколько я там сказал? Да, наверное. Давай. Ура. Обычная водка 40 градусов, мне кажется. Пиши. Или уже нечего сказать. После того, как пары вот тут у меня побывали, наверное, уже... Ну 40 вроде. Ну... Судя по всему. Все стаканчики ножа. В Молдове. В Молдове. Год номер пять. Согласен. Ну, все правильно. Ты видишь, я еще... Я могу просто последнюю бутылочку достать. Я еще вижу. Закусываем чем огуром. Огурчики. Наконец-то мы пошли до огурчиков. Это по-нашему. До моих огурчиков. Хортится. Имеет 40 градусов. Купил я ее здесь, это местная. 331 рубль. Ой, ладно. Ужасный вкус. Нет, он, может быть, мне и понравился. Давай. Сначала. Опять. Да. Будем готов. Купил. Интересно. Что у нас было с превышающим градусом? Я забыл записать. 40, да? По-моему, тоже 40, блин. Нет, меньше. Ты не ориентируйся по таблицам. По-моему, тоже 40, блин. По ощущениям. По ощущениям. По ощущениям 30 градусов, не больше. Ну, дифлофос римки. Купил. Выбрал это. На, второй заход. Я сейчас буду, он будет выпивать, я буду открывать карту. Угу. Вау. Вот это уже интересно. Вот так уже. Ой-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй. Ну, мы все. Купим пельмени. Хинкане. Килограмма два. Пощадок. Тихо. Давайте прощаться, значит, короче, я не знаю, что вы с этого видео поняли или не поняли, если понравилось, ставьте лайки, Костя, хватит перебивать его наоборот. Как вы заметили, я хотел этим видео, единственное, что это продезинфицировать костью от коронавируса, теперь он точно не заболеет. Ну и нам осталось усердно выпить, на стримах, наверное, как-то так. Ну, короче, сейчас мы идем во стрим и выпьем, и проведем все не получится. Ваня. Нет, да, у меня тоже не получится. Ладно, не в этом дело, не мы такие, жизнь такая. Всем спасибо, кто смотрел, всем пока.